Обсудили ситуацию на полигоне Сьянова-1. Сегодня в администрации в режиме видеоконференции прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провела глава Юлия Купецкая. Сообщение о задымленности и запахе гари с полигона Сьянова-1 на номер 112 поступило в этом году впервые 14 апреля. Пожарный расчет выезжал на место, но очагов возгорания не обнаружил. Была проведена разведка, впреди которой установлены, что открытое посещение горения зима на полигоне не наблюдается. Еще раз уточнить для всех членов КЧС. То есть открытого возгорания на полигоне с вами зафиксировано не было, однако установлено тление тела полигона, правильно? 14 числа было выпадение отсадка в виде дождя. Точно не могу сказать, что это было тление возгорания, но сотрудниками наблюдалось как бы испарение. Директор аварийно-спасательной службы Юпитер докладывает главе муниципалитета, что подобных жалоб и звонков от населения больше не поступало. Вчера на полигон выезжала комиссия, чтобы еще раз оценить ситуацию. Мы должны обеспечить безопасность объекта, подчеркивает Юлия Купецкая. Выявлен один очаг дымления, внутреннего горения полигона. Организовано его тушение. И на 19 часов все работы были закончены. Пусть было это все локализовано. Тление прекратилось. Осуществляет охрану частное охранное предприятие данного полигона. И от сотрудников на постоянной основе, особенно в 2020 году, поступает, что открытого огня нет, а мигрирующие очаги, которые выходят изнутри тела полигона, постоянно ими замечаются. Поэтому внутри полигона она постоянно проходит внутри тление. То в одном месте, то в другом. Рекультивация полигона Сьянова-1 начнется в конце этого года. Сейчас готовится конкурсная документация по выбору подрядчика. Ранее проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Напомним, что все мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Но пока к рекультивации не приступили, задача муниципалитета, по словам главы, на объекте следить за порядком. Проводить все противопожарные мероприятия.